Добрый вечер, уважаемые соотечественники! Я этот эфир хотел бы посвятить молодежи. 21 сентября в 14.00 по всему Казахстану мы проводим масштабные митинги. Мы хотим добиться перемен, мы хотим жить в нормальной стране, мы хотим, чтобы наши граждане жили достойной жизнью, мы хотим, чтобы власть действительно принадлежала народу, как написано в Конституции нашей страны, даже в Конституции Назарбаева, в котором он превратил бумажку, эти сроки написаны, и вообще во всех Конституциях мира написано, что народ является источником власти, именно народ-власть. Именно поэтому мы хотим, чтобы мы добились, чтобы эта фраза стала реальностью, именно народ стал источником власти. Сейчас над народом стоит Нурсултан Назарбаев, который перехватил все образы правления в свои руки, он ее сделал пожизненной, и, используя поправки Конституции, он фактически узурпировал власть, и он у власти уже 30 лет. 30 лет у власти, и фактически за эти 30 лет, он не просто украл сотни миллиардов долларов, он украл жизни огромного количества поколений, он украл будущее у молодежи, при том разные, за 30 лет разной молодежи сменилось, они стали взрослыми, стали дедушками, бабушками, кто-то вообще уже умер. И когда в 91-м году так получилось, Казахстан случайно получил независимость, многие наши граждане жили надеждами, что теперь все изменится, что мы ушли из тоталитарного прошлого, и вот теперь наша судьба в наших руках. К сожалению, но султан Назарбаев обманул эти ожидания, и основная часть населения, наверное, только сейчас может четко сказать, он обманул народ, он обманул целый народ, он обманул все поколения наших граждан, он украл наше будущее, он превратил страну в отстойную, отсталую. Я уже много раз говорил, что за период его управления не построен даже один новый нефтеперерабатывающий завод. Просто торговые центры, просто какие-то салоны красоты. За счет добычи нефти в больших объемах, за счет того, что он раздел регионы, он построил в степи на левом берегу для себя столицу, и хвастается, что это он построил целый город. На самом деле, он украл деньги у регионов, украл деньги у наших граждан, и построил себе разные строения на левом берегу. Вот, собственно, все, что он сделал, при этом безмерно обогатившись. Уважаемые друзья, наша страна, мы все понимаем, отсталая. И не случайно, Назарбаев не говорил, что завтра мы станем передовой страной, потому что вы получили прекрасное образование, потому что вы можете сделать научные открытия, или вы сделали, потому что у нас есть хорошая научная школа, у нас мощный производственный потенциал, он это все не может говорить, потому что все его слова, прозвучавшие за 30 лет его правления, оказались просто пустыми. У молодежи нет будущего. Я знаю, что молодежь как бы упрекает старшие поколения, они говорят, что же вы спали, что за страну вы нам оставили, у нас нет будущего, у нас куплены дипломы, мы даже эти дипломы получаем, не можем найти работу, мы идем таксистами, или уезжаем за рубеж, ищем работу в других странах, и они обращаются к своим родителям, более старшим, дедушкам, бабушкам, говорят, почему вы 30 лет молчали? Я хочу сказать, что это было не совсем так, ваши родители, бабушки, дедушки, они боролись, но, к сожалению, они не знали, как в мире живут, работают демократические страны, потому что, кроме тоталитарного прошлого Советского Союза, подавивших все права граждан, они ничего не знали, и еще к этому моменту еще не было интернета, но, тем не менее, 90-е годы, 2000-е, немалое количество людей боролось с этим режимом, и сейчас мы находимся на важной вехе нашего развития, развитии нашей нации, вашего будущего. Мы осознали, что этот режим ничего не изменит, с этим режимом нет никакого будущего, и сейчас, когда вы, молодежь, с открытыми глазами смотрят в свое будущее, я знаю, что перед вами ничего нет, перед вами разоренная страна, когда все богатства страны, у Назарбаева, его близкого окружения, и у вас нет будущего, и за это будущее надо бороться, не ждать, когда умрет Назарбаев, это не поможет, потому что узкая политическая верхушка, она будет продолжать курс Назарбаева, как сказал Такаев, он будет продолжать курс Назарбаева. Поэтому, уважаемые друзья, я считаю, что эта страна в первую очередь принадлежит молодежи, именно вам, но если вы завтра не начнете бороться с этим режимом, вы попадете в ситуацию, когда ваши дети вас будут упрекать, говорить, почему вы не меняли этот политический строй, потому что если ваши родители могли сказать, что они не знали, как в мире все устроено, не знали, что бывает лучше, чем этот авторитарный строй, вы это не можете сказать, потому что многие из вас ездят за пределы стран СНГ, ездят европейские страны в Америку, потому что у вас есть интернет, и вы прекрасно знаете, как живет мир, и поэтому у вас не будет слов оправданий перед вашими детьми, у вас не будет никакого будущего, и вы как ваши родители можете состариться в этой бесперспективной для вас стране. Я хочу сказать, что мир, именно цивилизованный мир бурно развивается, вы знаете, Маск планирует серию спутников окутать землю, сделать бесплатный интернет, его ракеты двигаются в сторону Марса, там колоссальные успехи, телефон, айфон, интернет, вы видите, что все технологии приходят к нам от ведущих стран мира, и они приходят оттуда, потому что у них правильный политический строй, а именно народ управляет властью. Именно поэтому народ имеет возможность получать прекрасное образование, находить хорошую высокооплачиваемую работу и знать, что ее будущее сулить много возможностей. Год назад шведская школьница, вы знаете, Грета Тунберг всего лишь 15-летняя вышла с инициативой, что необходимо защищать климат планеты. Вдумайтесь, 15-летняя школьница, она задумалась о будущем не просто своей страны Швеции, она задумалась о будущем планеты. А я к вам обращаюсь, чтобы вы задумались о будущем нашей страны, вашей страны. 15-летняя Грета за один год собрала 2 миллиона сторонников, сейчас ее движение составляет свыше 2 миллионов человек. Вы задумайтесь, 15-летняя девочка, она каждую пятницу выступала у стен парламента и через 3 месяца она стала самым знаменитым подростком в мире. Вошла в число 25 самых влиятельных подростков мира в 18-м году. Вдумайтесь, и все это она сделала 15 лет. Это сейчас движение стремительно набирает обороты и она влияет на принятие политических решений всех ведущих стран мира. Партии, так называемые зеленые партии, начали набирать вес во всех странах мира, в первую очередь в Европе. они набирают большое количество мест в парламенте, потому что они сейчас думают глобально о планете. Они не только думают о своей стране, они думают о планете. А представьте, о чем думает наша молодежь. Наша молодежь думает, как выжить, как получить образование, как найти работу, где найти жилье. А что мы видим? Как действует власть? Объявляет этот год годом молодежи. Что вам предлагает молодежи? Взять кредит, купить две коровы и производить молоко. Это тогда, когда мир бурно развивается, осваивается космос, развиваются мощнейшие технологии, делаются необыкновенные научные открытия в нашей стране нет ничего. Ни науки, ни технологии, нет ни сильной, умной политической элиты, которая за собой ведет народ, ведет к сильному будущему. Мы сейчас находимся в ситуации, когда попадаем под мощные воздействия нашего соседа Китая. Мы шаг за шагом теряем независимость. Мы не производим самые элементарные носки, любую форму одежды, вообще ничего не производим, мы поставляем сырье. А как известно, сырье имеет конечный срок жизни. Наступит период нескольких десятков лет, нефть, газ и другое сырье закончатся. В это время Америка и европейские страны разовьют свои высокие технологии и мы будем жить как дикие племена вдоль реки Амазонки. История нашей страны знает много примеров, когда политический строй был неэффективный, когда были ханы, когда власть принадлежала узкой группе людей, которые между собой не могли поделить власть и наша страна не могла противостоять агрессорам, когда джунгары фактически более половины нации уничтожили, когда территория современного Казахстана была завоевана соседними крупными государствами и даже менее крупными. История 19 века знает, что южные части Казахстана были даже под Каканским ханством. И все это происходило почему? Потому что мы как нации были отсталыми, неправильно строили политическую систему управления, когда вся власть принадлежала верхушке, которые не задумывались о будущем страны, не развивали технологии, не строили сильную современную страну, не развивали науку, не думали о молодежи, не думали о будущем страны, не думали о своих гражданах. Это было много раз. И у нас сейчас уникальная историческая возможность. Так получилось, что Советский Союз в 91-м году развалился, и нам с неба упала независимость. Это не Назарбаев создал государство, это в результате потрясений распался Советский Союз, который тоже был неконкурентный, отсталый, который подавлял права и свободы своих граждан. И этому наступил конец. Мы сейчас находимся в опасной ситуации, когда по спирали может повториться история, когда нашу страну расчленяли крупные государства, и мы были колонией. И у нас сейчас исторический шанс. Этот исторический шанс мы можем реализовать, использовать эту возможность за какой-то короткий исторический промежуток мы можем построить сильное государство, современное, независимое, демократическое, где именно инициатива граждан, творческий ее потенциал поднимет нашу страну, и мы не будем колонией ничьей страны. Какая бы она ни была крупная или мелкая, мы будем сильной и независимой страной. Это ваша страна, уважаем молодежь, это ваше будущее, 21 сентября в 14 часов мы призываем вас, молодежь, выйти на митинг, выйти на митинг по всей стране, озаботиться своим будущим, построить своими руками свое будущее, чтобы вам завтра не было стыдно перед собой, перед своими детьми и перед своей страной. Алга Казахстан!